Наследие, которое собирался оставить после себя Михаил Чаусов, могло стать одним из украшений Смоленской области. В 1903 году здесь, в селе Даниловичи, православный профессор начал строительство храма в честь святого Ильи Пророка. Огромного строения, рассчитанного на 3000 человек. Но результаты своих трудов Михаилу Чаусову увидеть было не суждено. И он надеялся, уезжая в Аршаву в конце лета, что в следующем году, вернувшись, увидеть стены этого храма, но Господь все делал иначе, Он его призвал в вечность в 1903 году. Храм достраивали другие, но он положил основание этого храма. И спустя два года умирает его супруга. И похоронены они были, согласно завещанию, возле стен этого храма, который, к сожалению, потерпел судьбу многих храмов на русской земле. Был закрыт, запущен, а затем до основания разрушен. Спустя более чем 100 лет усилиями человека и природы эти места практически вернулись к первозданному виду. Точное место погребения Читы Чаусовых предположить уже можно с большим трудом. А у храма напоминает только фундамент, который продолжают находить местные жители. Да тут, в принципе, много под фундаментом тесанных камней, это из церкви мы предполагаем. И вот памятники нашли эти. Он притащил сюда и положил. Это было уже давно. Так был обнаружен черный гранитный памятник, который когда-то венчал могилу Михаила Чаусова и его жены. Неравнодушные к истории своего края жители установили многокилограммовый монумент на месте бывшего храма. А 1 декабря нынешнего года мемориал был освящен. Святый, бессмертный домик, ой, нас... Пусть храму здесь стоять было не суждено, но кажется, что и сейчас, в многозначительной тишине этого места, каждый сможет найти свой душевный покой. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ